Приветствуем, друзья! Смотрите холодильные новости за вторник, 30 июня 2020 года на нашем канале. Итак, поехали! Первая новость сегодня. Новые пропановые компрессоры SECOB DLVCN с регулируемой скоростью. SECOB представляет новую серию пропановых компрессоров DLVCN с регулируемой скоростью. Новая серия не только обеспечивает экономию энергии до 40% и превосходную эффективность охлаждения, но также универсальное решение, которое подходит как для низких, так и для средних температур при режиме работы 220-240 В, 50,6 Гц или 100-127 В, 50,6 Гц. Контроллер CCD имеет высокий класс защиты IP54 и простую интеграцию. Его общий интерфейс позволяет использовать контроллеры от всех основных поставщиков, а также от активную оптимизацию энергопотребления. Контроллер также обеспечивает высокий пусковой момент и может запускаться при перепаде давления. Уровень шума – до 10 деба ниже уровня сопоставимых компрессоров с фиксированной скоростью. Семейство компрессоров SECOP характеризуется высокой эффективностью, ультракомпактностью и экологичностью при использовании пропана с хладагентом R290 с низким потенциалом глобального потепления. Вторая новость сегодня. Фрегопоинт открывает представительство в Европе. Российский завод компонентов холодильной техники Фрегопоинт анонсирует открытие представительства в городе Благоевград, Болгария. В июне завод открыл склад готовой продукции в городе Руси, Болгария. Представительство выполняет коммерческие функции и функции технической поддержки существующих и потенциальных покупателей. Цены, предоставляемые представительством, полностью соответствуют коммерческой политике компании и привязаны к прайсу Фрегопоинт. На складе поддерживается вся номенклатура продукции. Еженедельно производится рассылка продукции в наличии на складе. Третья новость сегодня. Итоги общего отчетно-выборного собрания членов ОПИМХ. 26 июня Ассоциация предприятий, индустрии, микроклимата и холода ОПИМХ отметила годовщину Всемирного дня холода и провела общее отчетно-выборное собрание. В мероприятии приняли участие более 20 руководителей и официальных представителей организаций членов ОПИМХ. Сначала состоялась онлайн-конференция, организованная Холодильной Ассоциацией Украины, благодаря которой представители Ассоциаций Чехии, Польши, Украины и Беларуси получили возможность пообщаться и поздравить друг друга с Всемирным днем холода. Затем с отчетом о проделанной за год работе выступил председатель ОПИМХ, член-хорреспондент Мах Казаков Олег. В 2019 году совместно с Холодильной Ассоциацией Украины был организован и проведен во Львове 27 ноября технический семинар тенденции развития холодильной техники в Украине, опыт внедрения новейших технологий энергосбережения. В 2020 году в Минске при информационной поддержке ОПИМХ состоялся технический семинар «Холодильное оборудование на СО2. Опыт внедрения и энергоэффективность применения». В нем приняло участие более 80 специалистов из всех регионов Беларуси. Ассоциация приняла участие и победила в тендере «Пруан» в Таджикистане на организацию стажировки специалистов по холодильной технике. В марте 2020 года было организовано обучение для четырех холодильщиков из Таджикистана, которое проходило на базе учебных заведений предприятий ОПИМХ. Решением общего собрания утвержден новый план деятельности Ассоциации на предстоящий год. И состоялись выборы нового совета ОПИМХ. Заместителями председателя ОПИМХ были единогласно утверждены Бороздин Александр, представитель УПВ Ламинар и Михнюк Виталий, директор иностранного унитарного предприятия ЗИП-24. По инициативе Совета ОПИМХ было разработано положение о почетных и заслуженных званиях ОПИМХ. На общем собрании в торжественной обстановке первые звания заслуженных холодильщиков в Беларуси присвоены. Овсееву Леониду Ивановичу, Бороздину Александру Александровичу, Брюшкову Николаю Николаевичу, Новикову Виктору Владимировичу. Звание почетного холодильщика присвоено Жуку Николаю Петровичу. Общее собрание завершилось общением руководителей и гостей мероприятия в непринужденной неформальной обстановке на торжественном фуршете. На сегодня все. Обсуждайте новости и обращайтесь за помощью к специалистам по холодильному оборудованию в наших группах. Ссылки внизу. Продолжение следует...